Фестиваль «Готов к труду и обороне» прошел в рамках Международного Олимпийского дня в Люберцах. На стадионе «Торпедо» почти 200 участников выполнили нормы ГТО, а те, кто их сдали ранее, получили заслуженные знаки отличия. Люберцы – это спортивный город, мы территория спорта. Дорогие друзья, желаю всем сдать нормы ГТО, кому золотой, кому серебряный, кому бронзовый значок, но самое главное – это дух и спортивная уверенность в своих силах. А уверенных и спортивных в городском округе Люберцы много. В Международный Олимпийский день на стадионе «Торпедо» только ленивый не приобщился к активному образу жизни. Участники праздника выполняли нормативы ГТО. Это движение набирает обороты во всей стране, также обороты набирают в нашем городском округе. Сегодня количество зарегистрированных на сайте федеральном gto.ru более 35 тысяч человек наших люберчан. И мы входим также в тройку по выполнению нормы ГТО в Московской области. Среди тех, кто на празднике выполнял нормативы, были как и совсем юные, так и взрослые люберчане. Елена Комлева и Стамилина всю жизнь под руку со спортом. В советском прошлом неоднократно была обладательницей золотых знаков отличия ГТО. Сегодня люберчанка по-прежнему сильна и спортивна. ГТО проверить свои физические возможности, посмотреть на людей, показать себя, подать пример молодежи, чтобы было, как говорится, от скромности не умру, чтобы было на кого равняться. Около 200 человек в этот день сдавали нормативы по подтягиваниям, прыжкам в длину, стрельбе, бегу и отжиманиям. А те, кто раньше все это сдал на знаки отличия с чувством выполненного долга, получили свои награды. Таких на этот раз было 150 человек. Среди них Андрей и Саша из 16-й гимназии. Теперь они оба обладатели почетного золота. Естественно, что каждый уважающий себя мальчик должен быть готов. Сдать хотя бы на золотой значок это не так сложно, чтобы хотя бы защитить свою девушку. Мне было несложно сдать нормативы на золотой знак отличий, потому что я сам занимаюсь спортом и призываю других. Яркой кульминацией олимпийского праздника в Люберцах стало выступление чемпионов по ножевым боям. Для гостей мероприятия они провели мастер-класс и дали каждому почувствовать себя воином. Основная тематика – это развитие координации, выносливости, нестандартности мышления. Это прежде всего спорт, спортивный поединок. В завершении праздника свои награды также получили три школы городского округа, которые в прошлом сезоне приняли активное участие в проекте «Моя семья» в ГТО. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.